Проект «Одаренные дети» включает в себя развитие новой образовательной инфраструктуры. В частности, в него входят точки роста, кванториумы и IT-кубы. Там школьники дополнительно могут изучать биологию, химию, физику и информатику на современном оборудовании. За последние два года в Хабаровском крае открылось 1200 мест дополнительного образования. А в следующем году в двух школах Хабаровска и в одной в Комсомольске-на-Амуре заработает еще три технопарка кванториум. Каждый из которых будет оснащен оборудованием, на каждый заложено по 22 миллиона рублей. Еще два крупных проекта для развития способностей детей будут реализованы в крае в ближайшие годы. К 2026 году в регионе планируется построить дальневосточный детский центр отдыха и оздоровления. Отдыхать там смогут 5000 детей в год. Кроме того, в крае появится пилотная школа передовой технологии обучения на 800 мест по модели Московской частной школы-пансионата Летова. Таких учреждений в России будет всего шесть. Это школа, в которой будут учиться дети не только из Хабаровского края, они будут со всей России. Будут отбирать очень умных детишек. Отбором будет заниматься не правительство Хабаровского края, заниматься этим будет Рособорнадзор. Это достаточно серьезная программа подготовки высокомотивированных, талантливых школьников. В рамках проекта «Одаренные дети» педагоги и наставники также сопровождают талантливых детей на научные и технические конкурсы, олимпиады и фестивали. Учитывается и финансовая поддержка молодежи в регионах. В Хабаровском крае уже несколько лет существует денежная премия имени Градекова. 100 тысяч рублей могут получить выпускники школ, которые набрали больше 95 баллов по ЕГЭ или стали призером-победителем Олимпиад. На расширенном заседании правительства губернатор Михаил Дегтярев дал поручение разработать меры поддержки для олимпиадников 9-х и 10-х классов. У нас же есть и 10-ти классники, и 9-ти классники, а мы как-то их обходим. Поэтому, я думаю, надо их тоже поощрять. С Минфином посчитайте, там не очень большие деньги. Выявление талантливой молодежи и ее поддержка в том числе определяет эффективность работы правительств регионов. Среди всех российских субъектов Хабаровский край в этом году по этому показателю занял 14-е место. Арина Садатенкова, Андрей Авдеев. Для Большого Города.